Ребята, всем привет! Педагогам и профессиональным исполнителям хорошо известны общие принципы выработки исполнительских навыков и умений. Однако существует несколько мифов, прочно укрепившихся в педагогике методических аксиом, которые не очень-то соответствуют реальному положению вещей. Одну из них приведу в этом видео. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Ребята, всем привет! Ребята, который должен быстро продвигаться вперед, особенно важно сразу, с самого начала, не допускать ошибок. Это достигается в первую очередь очень медленной игрой упражнений, интенсивной концентрацией внимания, абсолютно точным ритмом, возможно с помощью громкого счета, и правильным положением пальцев. Долгое время и в психологии считалось, что во время выработки навыка совершаемые неправильные движения препятствуют его образованию, вытесняя правильные варианты, тем самым не только тормозя, но и откатывая назад сам процесс формирования. Это кажется бесспорным, но есть и другая точка зрения. Так Григорий Михайлович Коган, вопреки мнению многих музыкантов-исполнителей, советующих избегать каких-либо ошибок в работе, в свое время выдвинул следующий тезис – учиться на ошибках. Об этом же писал и Самарий Ильич Савшинский, цитирую. Пользу приносит и та работа, которую можно определить как отрицательный опыт. Знание «не то, не так» – тоже знание. Мало того, если работа доведена до осознанного умения, ее результаты, непригодные для данного случая, могут найти применение в каких-то других. Вышесказанное приводит нас к заключению, что при выработке мы не всегда имеем возможность сразу действовать правильно. Во-первых, вначале мы часто не знаем, как будет правильно. Допустим, нам неизвестна аппликатура, а разная аппликатура – это, соответственно, разные движения. Во-вторых, с изменением темпа, динамики, смысловых акцентов и других параметров может измениться и само представление о правильности движений. Например, об аппликатуре произведения. Поэтому, поскольку в начале процесса формирования навыка, иногда вплоть до заключительного этапа работы, не всегда нам в полной мере ясно, какие действия будут по-настоящему правильными, период исканий и ошибок, он неизбежен и даже необходим. Вывод таков. Отрицательный опыт тоже полезен, поскольку коррекция движений, то есть их усовершенствование, происходит на уровне физико-мыслительных представлений, которые могут понадобиться нам в будущем. Спасибо, что посмотрели. Если у вас есть какие-нибудь вопросы, оставляйте их внизу, и по возможности на них отвечу. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok